Комбинационные мотивы Комбинационные мотивы представляют собой нечто иное, как слабости позиции. Запертый король, незащищенная фигура, вскрытое положение короля. Все это минусы, которые при удобной обстановке позволяют выступать на передний план борьбы к комбинационным идеям. С другой стороны, позиционная слабость в виде слабого поля, незащищенные или недостаточно защищенные пункты, открытые вертикали, горизонтали и диагонали могут в соответствующих позициях играть роль комбинационных мотивов. Обычными комбинационными мотивами являются позиционные слабости в районах рокировок. Продвинутые пешки на H3 и G3, на H6 и G6 с пошей рядом служат объектом комбинационных нападений и пунктами жертв. Пункты F2, G2, H2, F7, G7, H7, если они защищены только королем, могут в любой момент сделаться реальным комбинационным мотивом. Вспомним хотя бы комбинации с жертвой слона на H7 и даже двух слонов на G7 и H7. Прекрасной иллюстрацией того, как план, ведущий к образованию противника позиционных слабостей, перерастает в комбинационный метод действия, служат партии Немцовича. Уместно отметить, что Немцович в совершенстве владел элементами позиционной борьбы. Он написал глубокие исследования на эту тему. Моя система, моя система на практике, шахматная блокада. Но в то же время Немцович был блестящим мастером комбинаций. Приветствую всех, с вами комментатор Олег Сломаха и это рубрика «Шахматные комбинации». Рубрика, где мы с вами смотрим красивые и интересные партии с точки зрения комбинаций. Узнаем, что такое комбинация и откуда она возникает. Итак, в сегодняшнем ярком примере мы с вами посмотрим, как комбинационные мотивы произошли от блестящего использования позиционных слабостей в лагере соперника. Белым играл Лайош Асталош, а черным играл Арон Немцович. Итак, Е4, С6, Д4, Д5, конь С3, ДЕ, конь бьет Е4, конь Ф6, конь бьет Ф6, ЕФ сыграл Арон Немцович. Как показала практика этого варианта, чаще предпочитают играть пешкой ЖФ. В спортивном отношении этот ход также дал лучшие результаты. Но на практике встречается как ЖФ, так и ЕФ. Это, как говорится, дело вкуса, и Арон Немцович предпочел взятие ЕФ. С3 сыграли белые. Итак, крупный теоретик дебюта, советский мастер Раузер, с успехом применял здесь план, связанный с ходом Ж3 и затем слон Ж2. То есть вот таким вот образом белые расставлялись. С этого поля слон позднее поддерживал наступление пешек левого фланга, где у белых имеется пешечное большинство. Слон Д6, слон Д3, рокировка, ферзь С2, Х6, конь Е2, ферзь С7, пока не давая белым сыграть 2-0, как мы видим, пешка на поле Х2 атакована. Слон Е3, конь Д7 и здесь белые играют ферзь Д2. Теперь белые грозят комбинацией слон Бьет А6, разрушить пешечное прикрытие короля черных и, соответственно, ринуться в сокрушающую атаку. И они напоминают противнику о слабости пункта А6. Ну что ж, черные, конечно же, могут быть довольны таким напоминанием и они предупредят угрозу. Стоило ли все же терять белым темп на то, чтобы создать легко отразимую угрозу? Конечно, не стоило. Возможно, что осталось, что угроза казалась неотразимой. Вернее же, всего двойное нападение на А6, по мысли венгерского мастера, должно было стеснить черных, которым пришлось бы непрестанно стеречь эту свою слабость. Такая мотивировка действий все же неправильна. Надо не создавать угрозу ради угрозы, а планировать игру. Очень хорошо было из-за белых здесь сыграть просто-напросто 3-0. С последующим пешечным штурмом на королевском фланге. Тогда игра была бы очень острая. А можно было и сразу начать активные действия с хода, вместо рокировки, например, ходом g4. Это тоже явилось бы хорошим планом. Ферзь d2, ладья е8, сыграли черные. И белые здесь играют конь g3. Они ошибаются, позволяют черным сыграть слон f4. То есть мы видим, что слон с поля d6 теперь может пойти на поле f4, слон на поле e3 связан. Ну, отмечу, что жертва теперь не проходила. После слона бьет h6, gh, ферзь бьет h6. У черных имелся простой ход конь f8. То есть черные защищают пункт на поле h7. Как мы видим, ферзь нацелился сюда со слоном. Например, здесь кажется, что ход слона f4 довольно-таки хороший. И действительно, в случае слона h7 шах, король убегает на поле h8. И теперь нету вскрытого шаха у белых, поскольку слон не может отойти, ферзь атакован. Но в случае отступления черный просто уводит короля на поле g7. Так вот, слон f4 не работает, ввиду того, что у белых здесь страшная атака. После ферзь h7, король f8 и простого, например, 2-0. Здесь в анализе выясняются страшные вещи, что у белых, несмотря на то, что у них не хватает фигуры, у черных очень слабый король. Поэтому правильно после ферзь бьет h6 сыграть просто-напросто конь f8, защитить пункт h7, как я уже еще раз сказал. И у белых здесь недостаточная компенсация за пожертвованный материал. Ну а белые сыграли конь g3. Жертву слона на 6, как я уже говорил, была ошибочна. Поэтому нужно опять же было сыграть правильно 3-0. И только потом уже пытаться что-то жертвовать. Ну а после конь g3 теперь инициатива полностью переходит к черным. И давайте теперь посмотрим, как использование слабостей в лагере белых, которых пока, как мы видим, не наблюдается. Черные ход за ходом перехватывают инициативу. Итак, слон f4. Рокировка. Сыграли белые. Опять же, белые отказываются от активного плана. Только путем длинной рокировки белые могли развязать себе руки для атаки на королевском фланге. Но они явно избегают остроты. Предпочитая ей осторожные маневры с обеспеченным на все 100% положением собственного короля. То есть мы видим, что осталож играет, можно сказать, осторожно. Он не рискует сжечь за собой мосты. Но, как мы знаем, шахматы не прощают ошибок. И если не хочешь забивать ты, то обязательно забьют тебе. Итак, слон f4, 2-0. Слон бьет e3, fe. Конь f8. План Немцовича будет состоять в том, чтобы создать в лагере противника слабости черных полей, поскольку разменены чернопольные слоны. В основе этого плана лежит продвижение пешки c, поэтому белым, опять же, полезно было для предотвращения плана соперника сыграть b4. Но они план черных не разгадали. Ладья f2, ферзь e7, прицеливаемся к пешке на поле e3, e4, слон e6, a3 и c5. Вот этот вот самый прорезающий ход. Теперь мы видим, что поле e5 становится очень слабым. То есть если белые возьмут, например, пешку на поле c5, то кончик после через поле g6 воцарится на поле e5. В этом и состоит план Немцовича. Как мы знаем, Немцович был очень великим шахматным как раз позиционщиком. То есть он как раз открыл вот эти все позиционные, скажем так, идеи. Ну и в частности, конечно же, главную идею это блокада. Итак, после c5 белые сыграли ладья a f1. Белые снова угрожают комбинацией. То есть какой? Они хотят сыграть ладья бьет f6, после gf ферзь бьет h6. И это довольно-таки неприятно. Например, слон g4, тогда просто ладья f4. И черные оказываются под матовой атакой. Если слон отходит, то просто ладья h4 и мат уже на поле h8 неизбежен. Все же ход белых снова заслуживает осуждения, так как он вынуждает черных к сильному продолжению, значительно улучшающему их шансы в дальнейшем развитии борьбы. Несомненно, лучше было сыграть просто конь h5, опять грозя угрозой ладья бьет f6. И если, например, слон g4, нападая на коня, то просто конь f4 с угрозой уже перевести коня на сильное поле на d5. То есть белых здесь опять же было все хорошо и борьба вся была бы впереди. Ну что ж, после ладья f1 Немцович сыграл cd. Красивое и убедительное возражение на комбинационный замысел белых. Но ладья бьет f6, теперь последует dc с нападением на ферзя, bc, gf, ферзь бьет h6, ферзь c5 шах, король h1 и ферзь g5. Подключая ферзя к защите, как мы видим, ферзь с хода с поля c5 вызвал шах, то есть получил, можно сказать, лишний темп. И ферзь с темпом подключается к защите, здесь у белых нет ничегошеньки, размен ферзей неизбежен. И белые просто-напросто проигрывают. Ну единственное, что они могут здесь сыграть на поле f6 взять, но понятное дело, что здесь компенсация в виде двух пешек за фигуру явно недостаточно. Итак, после cd было сыграно cd, конь g6, d5. Еще одна ошибка, белые, как мы видим, не препятствуют планам соперника. Ход рассчитан только на неверное отступление слона. Действительно, если отступить слон d7, вот такое неудачное отступление, то после ладья бьет f6, gf, конь h5, над позицией черных нависают страшные угрозы. То есть, например, после ферзь c5 шах, король h1, король f8 возникают головоломные осложнения. То есть после конь бьет f6, король e7, ну и ферзь бьет h6. Здесь, я думаю, пора прервать анализ, поскольку положение очень сложное. Здесь мы видим, что у белых не хватает фигуры, но у черных очень слабый король. То есть здесь могла игра закончиться как угодно. На самом деле, последний ход черных, конь g6, также явился ошибкой. То есть и белый вместо правильного хода e5, а не d5, как они сыграли в партии, то здесь надо было сыграть e5. Теперь что, собственно, делать? Атакован пункт на поле f6, а в случае взятия fe есть страшный удар d5. И позиция черных здесь просто-напросто становилась критическая, поскольку что делать? На слон бьет d5 последует просто слон бьет g6, и слон на поле d5 попадает под удар ферзя на поле d2. Также атакован пункт на поле f7. А если не брать, то, соответственно, пункт на поле f7 не держится. Например, слон d7, ну и просто ладья бьет f7. И здесь позиция уже, как говорится, черных разлетается в мелкие клочья. То есть, конечно же, здесь ошибались оба соперника. Не мудрено, позиции очень сложные, но ошиблись последними, белые. Итак, вместо, значит, хода d5, как сыграли белые, нужно им было играть e5. Ну а черным, соответственно, вместо хода конь g6, подставляясь под вот этот самый удар e5, можно было ответить двумя способами. Либо ферзь d6, нападая на пешку d4 и не давая пойти e5, либо просто ладья а d8, точно так же предупреждая эту угрозу. И в случае хода d5 просто отступить слоном на поле c8. И только потом уже проводить вот этот вот свой самый план, связанный с слабостью пункта e5. После хода d5 было сыграно слон g4. Ну и здесь белые совершенно растерялись и сыграли ладья c1. Это действительно уже полный отбой, то есть белые отказываются от своего активного плана и сознают ошибочность своего 18-го хода. То есть 18-й ход у нас как раз был с вами, давайте мы его сейчас с вами посмотрим, это ход ладья а f1. То есть мы видим, что белая ладья пошла с поля а на поле f1, создала угрозу одноходовую. Черные после блестящей игры ее отразили. И как мы видим, просто белые потратили темп. А черные теперь полностью захватывают инициативу. Итак, после ладья c8, ладья ff1, ферзь e5, ферзь f2, a6, h3, белые продолжают ослаблять свою позицию. Притом на территории рокировки и создают благодатную почву для осуществления игры комбинационных идей, но уже за черных. То есть мы сейчас с вами как раз разбирали варианты, где атаковать могли белые, но теперь, когда белые допустили несколько вот этих вот оплошностей, атаковать начинают черные. Итак, слон d7, ладья d1, ферзь g5, ладья бьет c8, ладья бьет c8, и теперь и линия c захвачена черными. Ослабленные пункты g3, h3 приобретают значение комбинационных мотивов. Они толкают черных к комбинационной развязке кризиса борьбы. Развязка наступает неожиданно быстро. Король h2. Белый уже обеспокоен и начинает принимать меры к защите пункта h3, которому пока еще вообще ничего не угрожает. Но тучи, однако, сгущаются. Все фигуры черных расположены очень активно, и, вероятно, уже нельзя предупредить разряда в насыщенной комбинационным напряжением атмосфере. Следовало, не мешкая, направить коня на поле f5, то есть пойти, соответственно, конь f5, чтобы конь, как говорится, здесь перекрывал дорогу слону на поле d7. Итак, король h2 было сыграно, конь e5, теперь конь, как мы видим, воцаряется на поле e5, конь f5. Ну вот белые, значит, с опозданием провели коня на поле f5, и черные играют просто ладья c1. Выясняется, что после ладья бьет c1, так играть нельзя, конь бьет d3, и это на самом деле просто двойной удар на ферзя, как мы видим, и на ладью конем и ферзем с поля g5. И белые здесь просто-напросто остаются без фигуры. Соответственно, после хода ладья c1, что делать? Ладья-то атакована. Если сыграть ферзь d2, то после ладья бьет d1, ферзь бьет d1, g6, конь g3, конь g4 шах, снова очень противная позиция здесь у белых. На h1 не пойдешь, получишь конь f2, ну а на взятие, соответственно, здесь просто начинается разнос, потому что здесь еще и пункт на поле g4 не держится. Слабость белого короля здесь дает, конечно же, знать. Поэтому после ладья c1, белые играют ладья d2, и g6 играют черные. Превосходный вступительный ход к комбинации, в которой принимают участие все фигуры черных. Итак, конь e3, теперь, собственно, уже обратного пути нет. Если конь d4, то просто конь бьет d3, ладья бьет d3, ферзь e5 шах, и ферзь бьет e4. И, соответственно, здесь, опять же, у черных лишняя пешка и атака. Ну и мат в два хода, белые получают после отступления конь g3, конь g4 шах. Вот такая вилка, ну и на взятие просто мат. Мы видим, что ладья с поля c1 отнимает, значит, все поля по первой горизонтали у белых, и они получают вот такой вот мат. Собственно, что делать? После g6 был сыгран конь e3, и теперь, соответственно, я предлагаю вам нажать видео на паузу, и найти блестящий комбинационный удар, который сделал Арон Немцович. Итак, я продолжаю. Конечно же, здесь Арон Немцович ударил слом бьет h3. Превосходная комбинация, связанная с перегрузкой ферзя на поле f2. Теперь, если взять пешкой, то последует просто конь f3 шах. Ферзь перегружен, единственный ход это взятие, ну и, соответственно, ферзь отвлекается с поля g1, это и перегрузка, и отвлечение одновременно, и, соответственно, ферзь с поля g1 ставит вот такой симпатичный мат. Что делать? Если брать королем, конечно же, развязка наступает намного быстрее, просто водя h1 мат. Получается у нас вот такой вот мат тяжелыми фигурами. С другой стороны, черные просто-напросто выиграли пешку и продолжают бесплатно атаковать. Итак, был сыгран слон f1, защищая пункт на поле g2. И теперь черный просто отступает с слоном на поле d7. Слон сделал свое черное дело, и слон может уйти. Теперь возникают всевозможные комбинации. Грозит ферзь бьет е3, ферзь бьет е3, конь g4 шах, а также грозит еще и водя бьет f1. Если конь бьет f1, то конь с поля е3 теперь за полем g4 не следит, и к ходу конь g4 черные опять же выигрывают ферзя. Ну а если, например, ферзем берем, то, соответственно, просто забираем на поле е3, и у черных лишние фигуры. Итак, король g1, слон b5, снова угрожая комбинации, ферзь бьет е3. Теперь уже у белых нет защиты, и они сыграли ладья d1, надеясь перекрыть вот эту вот очень сильную ладью на поле c1, которая просто здесь громит всех и вся. Ну и, соответственно, новая комбинация венчает дело, финал очень изящный. Последовала жертва ферзя, ферзь бьет е3, после ферзь бьет е3, ладья бьет d1, теперь, если король уходит куда-то, то везде его черный конь настигает, ходом конь g4, и это снова вилка, поэтому король h2 не помогает, король f2 также не помогает, плачевное, как говорится, положение, а угрожает ладья бьет f1. Поэтому белые отводят ферзя как можно дальше, ферзь b6, но после конь g4 опять же угрожает мат в один ход, и после g3 слон бьет f1, белые сдались, поскольку черные даже не стали забирать ладьей, а после слон бьет f1 белые просто-напросто не в состоянии защититься от отноходового мата. Слон h3 мат. Как бы они ни играли, соответственно, они этот самый мат получат. Ну, единственное, что они могут сыграть ферзь b3, теперь ход слон h3 это не мат, поскольку ладья на поле d1 будет у нас атакована, но ладья может просто уйти, например, на поле a1, где ее ферзь не может никаким образом атаковать, и, соответственно, мат снова, значит, слоном на поле h3, белым будет грозить неименуемый. Ну что ж, мы сегодня с вами посмотрели блестящую комбинацию арона Немцовича. Партия очень примечательна тем, что здесь сначала атаковали белые, как мы видим, но черные в блестящем стиле отразили все вот эти вот одноходовые, можно так сказать, нападки белых, хотя они были и очень опасные, и дальше белые, так как они создали себе слабости в лагере соперника, черные уже блестяще этим воспользовались. В этой партии, как мы видим, стратегия и тактика шли рука об руку. Ну что ж, если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был комментатор Олег Саламаха. Не забудьте поставить уведомление, включить колокольчик на канале, чтобы не пропустить мои новые видео. Также подписывайтесь на социальные сети, вступайте в группу Шахматный Феникс ВКонтакте, подписывайтесь на мой инстаграм, все ссылочки вы можете найти на экране, на всплывающей подсказке, которая сейчас возникает. Ну а на сегодня все. Встретимся с вами, я надеюсь, на юбилея в честь 10 тысяч подписчиков. С вами же был комментатор Олег Саламаха. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok